здравствуйте друзья не так давно на моем канале вышли два видео посвященные универсальному источнику бесперебойного питания постоянного тока в которых я рассказал о его возможностях настройки а также о своем варианте его сборки аккумуляторов преобразователях напряжения корпусе кто пропустил эти видео ссылки вы найдете в описании естественно меня не оставляет мысль о интеграции его в home assistant и я исследую рынок на предмет того какие устройства мне могут в этом помочь первую очередь это энергомониторы постоянного тока к сожалению на сегодняшний день фабричных решений этого вопроса я не встречал кому известны такие напишите пожалуйста в комментариях однако существуют варианты которые собирают энтузиасты умного дома об одном из них от киевского проекта mch я сегодня и расскажу но на самом деле большая часть обзора будет посвящена к логике тому что можно получить в home assistant имея всего лишь показания напряжения силы тока а перед тем как мы начнем традиционно попрошу вас подписаться на мой канал чтобы не пропускать новые обзоры и поставить лайк этому видео это поможет находить его другим людям интересующимся темой умного дома устройство представляет собой двунаправленный энергомонитор имеется в виду что он понимает направление тока что очень важно для контроля аккумуляторов видно когда они заряжаются и когда разряжаются с двух сторон у него находятся две контактные колодки для подключения плюс и минус на входе и выходе ток который течет от входа к выходу отображается виде положительных значений от выхода к ходу виде отрицательных максимальный ток до 3,2 ампера это ограничение шунта то есть при работе и зарядке бесперебойника ток не должен превышать это значение диапазон напряжение с которыми может работать энергомонитор от 9 до 26 вольт то есть отлично вписывается все самые популярные на dc ups а протокол связи zigbee 1 2 верхней части на корпусе есть дополнительно округлое отверстие под ним находится кнопка сопряжения для его активации на кнопку нужно нажать 4 раза с паузой 2-3 секунды когда устройство перейдет в этот режим начнет мигать синий светодиод его видно под крышкой в рабочем режиме он мигает с периодичностью раз 5 секунд построен энергомонитор на базе zigbee модуля cc 2530 без усилителя и цифрового датчика тока и напряжения и на и 219 он и обуславливает ограничение потоку в 3,2 ампера к слову говоря создателем этого устройства на дату выхода видео ведется исследование на предмет более высокотоковых устройств задняя сторона все сделано очень аккуратно и качественно впрочем как и все другие устройства автора что подтверждаются многочисленными пользователями его устройств и мной лично как и сказал самом начале тест энергомонитора я буду проводить в рамках кейса интеграции универсального источника бесперебойного питания постоянного тока систему home assistant ссылки на видео про него вы найдете в описании под видео подключил я его между разъемом для аккумуляторов на плате бесперебойника и самими аккумуляторами разъем им направлен к упсу а out к аккумулятором таким образом положительное значение тока будет означать зарядку аккумулятора отрицательный режим разряда так выглядит перевод режим сопряжения хотя диод не выведен наружу его отлично видно через корпус герой обзора адаптирован под работу системой zigbee to mqtt на дату тестирования актуальная версия 1.31.2 автор предоставляет своими устройствами и внешние конвертеры под них которые нужно загрузить в папку аддона и указать название этих файлов соответствующим меню для применения параметров аддон нужно перезагрузить справа вверху в веб-интерфейсе появляется кнопка restart после этого подключаю энергомонитор он проходит интервью и корректно опознается системой прошивка собрана в варианте конечного устройства то есть этот энергомонитор не может передавать через себя данные для других узлов сети всего здесь четыре параметра время работы в секундах уровень качества связи напряжение итог в принципе достаточно для написания логики сейчас показания тока с знаком минус это значит что энергия идет от аккумуляторов на этом экране ток имеет положительное значение это говорит о том что аккумуляторы заряжаются home assistant по умолчанию активна только опция uptime время в секундах остальные скрыты это не проблема заходим настройки значений напряжения и тока и активируем их теперь все есть можно приступать к испытаниями написанию логики как обычно вся логика для удобства будет помещена в один текстовый файл package ссылку на него вы найдете в описании будем идти по шагам в которых я расскажу о всех созданных но объектах и построена на них логике для начала это будет сенсор мощности он создается в виде шаблонного сенсора для получения мощности в ватт нам надо значение напряжения умножить на силу тока соответственно положительное значение это мощность заряда аккумуляторов отрицательная мощность которую они отдают в качестве нагрузки я буду использовать сборку из резисторов они подключены по схеме 2s2p всего тут 4 резистора каждая пара соединена параллельно а сами пары между собой последовательно их общее сопротивление такое же как и у каждого из них 6 ком тестовый стенд резисторы будут подключаться на выход 12 вольт соответственно при сопротивлении в 6 ом ток будет равен 2 ампером а мощность 24 ватта так проще чем ставить дополнительный тестер а то что тут стоит показывает напряжение на аккумуляторах напряжение заряда у меня установлено 17 25 сотых вольта сейчас они заряжены видим какой-то минимальный ток от них отключаю питание на вход без перебойника видно что напряжение на его индикаторе начинает падать также видно просадка напряжения на аккумулятора для обновления данных энергомонитора нужно немного времени видим те самые 24 ватта которые теперь берутся от аккумулятора напряжение совпадает значением на тестере значит и ток корректный после включения блока питания отобразится положительное значение тока аккумулятор заряжается я обратил внимание на то что при полностью заряженных аккумуляторах и наличием внешнего питания энергомонитор показывает незначительный ток потребления в районе 10 15 тысячных амперов если питание отключить даже без подключенной нагрузки ток потребления будет выше а тем более с нагрузкой это дает нам основу под логику для сенсора наличие внешнего питания этот сенсор также будет на платформе темплейт но в виде бинарника то есть может иметь только два состояния включен или выключен тип этого сенсора я определил как power то есть он будет отображать в интерфейсе статусы включена и выключена а условием для этого будет значение силы тока более чем минус три сотых ампера тут я взял даже с запасом все равно при отключенном питании ток потребления будет ниже я имею ввиду по математической шкале это ток имеет отрицательное значение вот так он выглядит в интерфейсе ток в указанных пределах поэтому сенсор включен питание есть отключаем питание ток немного вырос хотя нагрузки нет но есть dc преобразователь его достаточно для того чтобы сенсор отключился включаем назад ток снова в диапазоне работы сенсора и это говорит о том что внешнее питание есть далее сделал сенсор уровня заряда аккумулятора он основывается на показаниях напряжения напомню в моем случае установлено напряжение заряда 17 25 сотых вольта а напряжение отключения аккумулятора 12 с половиной вольт то есть те значения что находится в этих пределах и есть моя шкала для удобства я сделал возможность настройки минимального и максимального значения в интерфейсе для этого использовал объекты input number их можно создать в интерфейсе в меню устройства и службы вспомогательная но это неудобно проще все хранить в одном файле это шкала для максимального предела напряжение заряда аккумулятора диапазон в данном случае регулируется в пределах от 10 до 24 вольт значение можно поставить свои шаг изменения одна десятая вольта аналогично шкала для установки предела отключения аккумулятора как это настраивать на бесперебойники я показывал в первой части видео для него а логику я строю уже по этим значениям уровень заряда будет показывать еще один сенсор шаблонов кстати их нельзя создавать в интерфейсе только руками класс устройства батарея для удобства сначала я объявляю пару переменных это позволит сделать шаблон не очень громоздким переменной в макс присваивается значение первого input number напряжение заряда следующая переменная в range это разница между максимумом и минимумом это и есть наша шкала где минимум 0 процентов а максимум 100 процентов если значение напряжения больше или равно v-max то сенсору присваивается значение 100 процентов если нет то есть напряжение ниже максимума тогда процент заряда нужно подсчитать как это сделать определяем разницу от максимального значения отнимаем текущие получаем значение в вольтах насколько фактическое напряжение меньше максимального если умножить это значение на 100 и разделить на шкалу у меня это 4 7 вольта то переведем это значение в проценты далее отнимаем полученное значение в процентах от 100 и получаем фактический уровень заряда аккумулятор то есть если у нас фактическое значение например 16 2 вольта разница с максимумом 1 вольт что в процентах составляет чуть более 21 процента значит уровень заряда примерно 79 процентов проверим сейчас напряжение на аккумуляторах соответствует значение в 100%. Подключу нагрузку-сборку резисторов и отключаю внешнее питание. Данные обновились и текущее значение напряжения соответствует 93,62% заряда. Далее будет в ускоренном режиме, как только меняется напряжение на аккумуляторе, на это реагирует сенсор уровня заряда. И как только мы включаем питание, напряжение растет, а токи мощность отображаются знаком плюс, идет зарядка. Это открывает нам следующий уровень, возможность создания бинарного сенсора, который будет срабатывать при низком уровне заряда и корректно отключать сервер умного дома. Он тоже относится к шаблонным класс устройства батареи, когда он выключен, в интерфейсе отображается как нормальный, когда включен низкий. Он проверяет два условия. Первое сенсор внешнего питания, мы с вами рассмотрели его чуть раньше. Он ориентируется на значение тока, должен быть выключен, то есть питания нет. Второе сенсор уровня заряда, который мы тоже только что проверили, должен быть ниже какого-то порога. Тут я не стал делать input number, хотя можно, просто указал в формуле 10%. Вот он в интерфейсе, условия не соблюдаются, поэтому состояние бинарного сенсора выключено, отображается как нормальный. Если его применять как триггер для выключения сервера, то нужно использовать этот сервис. Hasio Host Shutdown, автоматизация простейшая. Отладка опытным путем, нужно посчитать сколько вашему серверу нужно времени на отключение и на каком значении уровня заряда бесперебойник сможет протянуть это время. Возможно будет достаточно не 10, а 3-5%. Следующий этап время работы бесперебойника, для этого используются два поля даты времени. Отключаем внешнее питание. Сработал сенсор и в поле начало работы от аккумулятора записалось текущее время. Вот пример сообщения событий. В реальном применении его лучше отправлять в телеграм. Теперь что будет при восстановлении питания. Сработал сенсор и время записывается второе поле, завершение работы от аккумулятора. В сообщении указывается разница между этими полями, то есть фактическое время автономной работы. Разберем логику. Вот объекты ввода даты времени, их тоже можно создать в интерфейсе аналогично input number. Но продолжаю всю логику создавать в одном текстовом файле пакаджа. В этой части у нас появляется первая автоматизация, все что было раньше реализовано на шаблонных сенсорах. Триггера тут два, первый когда внешнее питание отключается и созданный нами бинарный сенсор отключается. Второй когда питание появляется и сенсор включается назад. Для удобства каждому из триггеров присвоен свой ID. Далее у нас селектор условий и первая сработка триггера на отключение внешнего питания. Сначала я присваиваю полю начала работы текущее время, таким образом фиксируя начало автономной работы. Затем отправляю системное уведомление, в реальном применении как я и сказал лучше использовать телеграм или что-то подобное, о том что бесперебойник перешел на работу от аккумулятора. Соответственно второе условие сработает когда будет восстановлено внешнее питание. Сначала записывается текущее время в второе поле завершения работы. Затем отправляется сообщение в котором будет разница между вторым и первым полями, времени завершения и начала работы, отформатированное в виде часов, минут и секунд. И последняя на сегодня задача подсчет отданный аккумуляторами энергии, сенсор я вывел сюда под поля времени. Отключаем питание. Первое поле записалось время начала, сенсор энергии обнуляется. Далее значение энергии будет накопительно добавляться каждые 30 секунд, экранное видео ускорено в несколько раз. После включения питания в сообщение о времени автономной работы, также добавляется и количество отданное аккумулятором энергии. Для сохранения значения энергии я использую MQTT Topic, а для того чтобы использовать его в Home Assistant, нужно создать сенсор в одноименной интеграции, который смотрит на этот топик и его значение равно тому что записано в этом топике. В уже созданную автоматизацию, которая рассчитывает время автономной работы, в раздел, который работает по триггеру старта автономной работы, вписываю еще один сервис MQTT Publish, который в этот топик пишет нулевое значение старта счета. Для расчета и сохранения значения отданной энергии, нужна еще одна автоматизация, вторая в этом пакедже. Ее триггер срабатывает по времени, каждые 30 секунд. Я считаю что такой точности вполне достаточно. Условием для ее работы служит состояние бинарного сенсора внешнего питания, автоматизация работает только когда оно отключено. Тут используется тот же сервис MQTT Publish, который публикует в топик расчетное значение отданной энергии. Тут суммируются два числа. То, которое уже хранится в топике, оно берется из сенсора интеграции MQTT. И текущего значения мощности, напомню это произведение тока и напряжения, разделенное на минус 120. Минус, чтобы результат был положительным числом. 120 это количество 30 секундных интервалов в одном часе. Если снимать показания раз в минуту, то делить надо на 60, а раз в 10 секунд на 360. И в предыдущей автоматизации, в разделе который срабатывает при восстановлении питания, в сообщении добавляем еще одну строку, в которой отправляется значение отданной энергии. В любом деле, главное вовремя остановиться. Несомненно, что логику этого пакеджа можно расширять и дальше, но основные моменты я уже показал. Используя эти же приемы, можно например, еще выделить отдельно период заряда аккумуляторов и считать сколько энергии в них заливается. Можно сделать тестовый режим, например поставить на входе управляемую розетку или реле и разряжать его до какого-то значения 5-10% и затем включать питание обратно, чтобы понимать на сколько времени хватит его аккумуляторов до отключения сервера и так далее. Все зависит от вашего желания и фантазии. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдете все необходимые ссылки на текстовые файлы, обзоры упомянутые и соответствующие этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!